Коза английской породы. Курьезный сручий произошел в Алма-Атинской области. 37-летний мужчина украл породистого скакуна, чтобы пустить его под нож. Мясо чистокровной верховой лошади было продано на местном базаре, а шкуру конократ выбросил в выгребную яму. Тимур Ермашев выяснял, сколько стоит животное и какое наказание понесет подозреваемый. Английского скакуна в Алма-Атинской области искали почти два месяца. Владелец похищенного животного и предположить не мог, что породистая лошадь из его конюшни попала прямиком на чей-то обеденный стол. Полицейские без особого труда раскрыли это преступление и даже задержали конокрада. 37-летний мужчина признался, что украл английского жеребца только для того, чтобы пустить его под нож. Шкуру он скинул в выгребную яму, откуда она была извлечена и приобщена к материалам уголовного дела. Необходимо отметить о том, что сам владелец этой лошади буквально на взрыв воспринял информацию того, что лошадь уже потеряна всегда. Зарезанный жеребец неоднократно участвовал в престижных скачках. По оценке самого владельца скакун стоил не меньше двух миллионов тенге. Однако, по словам коневодов, если речь идет о чистокровной породе, то его цена должна быть значительно выше. Английская лошадь читается самой быстрой при заездах на короткие дистанции. Мясо этих животных в пищу непригодно. То есть самая деликатесная часть – это верх шеи, здесь откладывается жир. У чистокровных лошадей его нет. Потом задняя часть здесь тоже достаточно массивно у мясных пород. Она то самое вкусное здесь. У спортивной лошади здесь только мышцы и кости. Никаких таких мясных особо интересных частей здесь у нее не наблюдается. Тем не менее, Конокраду каким-то образом удалось сбыть полученное им мясо на местном рынке. Причем оно было продано практически за бесценок. Тем, кто его купил, тоже остается только посочувствовать, поскольку выделяемый во время скачек адреналин делает мясо лошадей горьким и жестким. Так что Каза из такого жеребца вряд ли мог кого-то порадовать. Тимур Ермашев, Самал Кабышев, Рината Булхаиров, Информбюро, 31 канал.